Особое мнение Наши сегодняшние и ближайшие текущие события Ну вот говорили-говорили мы про передачу или не передачу Или будущее Исаакиевского собора всю прошлую неделю А тут теперь дошло это и до Великой княгини Марии Владимировны Представительницы Дома Романовых Которая внезапно высказалась за передачу Исаакиевского собора И спаса на крови в управление церкви И она сказала, что это, ну ее представитель сказал, что это является самым лучшим вариантом Ну вот, ну вот надо передать церкви Сказали Романовы Теперь видимо уже точно передадут Да непонятно, непонятно Тут можно было бы быть уверенным в том, что ни черта не передадут Если бы сопротивление петербургское не напоминало вот эту вот атаку зомби Потому что вот эти вот интеллигенты, которые роняют куски плоти И выдирая из себя выпадающие волосы Идут зачем-то в атаку на государственную инициативу Они выглядят весьма жалко Потому что никто конкретной позиции Ребята, вот знаете, вот есть как бы Мухи отдельно, котлеты отдельно Отдельно попы и отдельно конституция Отдельное государство Нет, они все начинают что-то дребезжать хвостами Нет, подождите Минутку, какие хвосты и позвоночники? Какие куски плоти? Вы о чем вообще? Это инициатива, которая была высказана официально И совершенно не то, чтобы там анонимно и кто-то кого-то подслушал А вполне публично первоначально высказана Русско-Православная Церковь А теперь Мария Владимировна присоединилась Я говорю о сопротивлении Ну, не надо сопротивляться Нет, ну я не знаю, надо или не надо Если надо сопротивляться Надо отдать все Подожди секундочку Если сопротивляться, то сопротивляться Совершенно принципиальных позиций Не говорить, что Русская Православная Церковь хорошая Поэтому давайте ей не дадим А нужно понимать, что речь идет о суперторговой точке Причем понятно, что там можно торговать смесителями, мебелью, иконками, сувенирной продукцией Это будет одинаково доходно Это блистательная торговая точка Одна из лучших в городе И спор о ней нужно рассматривать как о спор Ну, спор о каком-нибудь большом хорошем супермаркете При том, что Как бы понятно Теперь понятно Долгое время была загадкой Зачем на Петербург был десантирован именно в Арсенофе То есть имеющий репутацию из всех архиереев Из всех митрополитов Самого жлобоватого, самого наглого и самого жадного Теперь понятно, что у него была задача Начинается Ну вот начинается Всего-навсего оценочные, кстати говоря, вполне деликатные характеристики Гораздо более деликатные, чем можно было бы себе позволить И теперь понятно, что целью был Исаакиевский собор Понятно, что даже если им удастся его, попам удастся его загробастать То через какое-то время начнется обратный процесс Потому что в ту секунду, когда вот эта вся православная история рухнет А она рухнет в России, как она рушилась уже неоднократно Вот тогда станет понятно, что никогда и никому не по силам содержать Исаакиевский собор И все равно он благополучно каким образом вернется в распоряжение государства При том, что он никогда и не был церковным Вообще церковного ничего не было Это все было государственно На таком же основании управление дорожного хозяйства Может требовать передачи им в собственность дорог Было некое структурное подразделение Российской империи Попы получали зарплату Им строили церкви То есть точки, где они могли торговать своими магическими услугами Все закончилось, все перешло к государству Вернулось, вернее, обратно Хотя никогда и не отдавалось И здесь, я думаю, такая же история Удивительно молчит Полтавченко Но Полтавченко надо немножко знать Я подозреваю, что вот эта ситуация его обескураживает Хотя это настолько аккуратный и сложный и взвешенный человек Что он никогда своим личным пристрастием не дает право определять решение, которое он принимает К тому же я подозреваю, что у него есть только два советника, которых он слушается Это пара погон, которые лежат в верхнем ящике стола По старой памяти, я надеюсь, да? И это, в общем, в данной ситуации неплохие советники И что там будет в действительности, непонятно Но мы видим в очередной раз, как себя посадила в лужу РПЦ Потому что она ведь думает, что она пришла навсегда, надолго, что уже все решено А это ведь, на самом деле, то, что происходит сейчас Это некие смотрины Смотрины чего? Смотрины идеологии, смотрины пристрастий Вот-вот вернулись, и они, попики вернулись И они снова хотят занять место в жизни Но, как ты знаешь, девушкам на смотринах не рекомендуется Рыгать, чесаться или садиться по большой нужде в углу Прямо в зале А вот они это все делают, не понимая, что с каждым новым таким поступком А они таких поступков уже насовершали При абсолютной эфемерности этой так называемой религиозности Которую, как ты знаешь, нет, я вот не видел ни одного верующего человека Который, по крайней мере, назывался бы верующим И мог бы мне сходу прочесть некий константинопольский символ веры Хотя обязан был бы это сделать Ну, не видел я, я вот не... Но, с другой стороны, они совершенно не обязаны сдавать вам экзамены Нет, почему? Это вполне... Нет, нет, стоп, обязаны Вам? Конечно Вам сдавать экзамены? Любому Почитайте, почитайте деяния апостолов и послания апостолов, да Где черным по белому прописано, что вы обязаны кротко и внятно каждому дать отчет в своем уповании То есть, это христианская обязанность Дело не в том, мне или не мне Любому И вот никто из них до сих пор не понимает разницы между Акатинсом и Антиминсом То есть, это невежество в вопросах религиозных говорит о том, что на самом деле Они к ним поразительно равнодушны Поэтому, что будет с Исаакием, непонятно От Полтавчинки мало зависит Потому что этот храм, напоминающий большой чернильный прибор Он все-таки федерального подчинения Ну да, ну да А Романовы тут спрашивают А Романовы, они не понимают, куда им свое голосишко воткнуть в этом хоре И поэтому они что-то вот где-то дребезжат Просто для того, чтобы лишний раз о себе напомнить Потому что они все-таки мечтают, что им выделят какой-нибудь там пенсион, спецодежду Ну так им же уже сказали, что им все выделят? Нет, им ничего не выделят Или еще только пообещали? Им даже еще отчетливо не пообещали Никто им еще пока ничего не обещал А-а, да? Да А вроде же было сказано, что там дадут? А, или это было просто... Это были инициативы, которые вроде бы были благосклонны Кремль благосклонно сквозь известные усы улыбнулся в ответ на эти Предположения Но мы-то знаем, что Кремль далеко не всегда имеет в виду Под своими улыбками То, что... То, что остальные имеют Да, и то, что имеют в виду остальные Поэтому... Они вообще нужны Романову и Кремлю? Я думаю, что нафиг не нужны Они не только никому не нужны, но в том числе они не нужны даже Кремлю Потому что семейство такое склонное распоясаться Склонное к избыточной медийной активности Такой безграмотной, шумной медийной активности От имени фальшивых монархов России Они будут нести какие-нибудь глупости, которые потом придется расхлебовать всем А вот эта история с очередными оскорбленными Ну, как-то, правда, этих оскорбленных, надо сказать, не очень много Потому что очередными оскорбленными в очередной раз оказываются все те же самые оскорбленные Которые теперь вот пришли в Москве, в Манеж И там попытались что-то сделать с выставкой Сидура И собираются продолжать Очень хорошая история И если не дай бог... А вы видео видели? Нет, я видео не видел, но мне... Там пришли какие-то люди, несколько человек Которые ходят там, значит, там что-то такое сбрасывают, размахивают руками И громко говорят, вы оскорбляете наши чувства Говорят они каким-то очень приличным женщинам Которые пытаются призвать их к порядку и приличному поведению Они говорят, перестаньте оскорблять наши чувства Ой, ты знаешь, если их главаря, я имею в виду вот этих вот оскорбленных Запрут, то я, наверное, вынужден буду начать либо сбор средств Либо сам как-то помогу, чтобы внести залог, чтобы он все-таки оставался на свободе Запрут в смысле душечку Да, и имел бы возможность сделать то, что он делает Потому что для закапывания православия он делает очень много Он делает просто... Мне даже, в общем, иногда приходится объясняться, что это не какой-то атеистический проект Но что он, что вот эти вот митрополиты с Исаакиевским собором Что вообще, что Чаплин Ведь они же дают возможность всем убедиться Они рисуют физиономию православия И становится понятно, что что это такое Это наглость, это хамство Православие – это злоба, православие – это доносы и погромы Казенщина и бесцеремонность Поэтому очередная выходка очередных руквеносцев или оскорбленных – это замечательно При том, что я думаю, что со временем надо будет всего-навсего перевести аккуратно Вот это понятие вера в понятие идеологии Поскольку, понятное дело, что, конечно, речь не идет ни о какой религиозной вере В отличие от всех своих оппонентов Я неплохо знаю географию И знаю, как вели себя действительно те, кто должен являться для них образцами То есть святые Вот вспомним там Катерину Сиенскую Катерина Сиенская ходила по госпиталям И у больных из чирьев отца с его лыгной А какая-нибудь там другая святая Она впадала после каждого причастия на сутки в транс И придворные дамы ее костяными иглами кололи, чтобы проверить, насколько этот транс реален Вот я как-то с трудом себе представляю Чаприна, который ходит по московским хосписам отца с его лыгной Но зато мы видим, что они используют эту свою веру именно для скандалов Для приобретения недвижимости Я имею ввиду так называемых храмовых зданий И, в общем, ни о какой вере в ее, скажем так, историческом смысле этого слова говорить мы здесь вообще не можем Идеология будет... Идеология, как всякая идеология, есть масса идеологий Есть люди, которым очень нравится Там Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Мао Цзэ Дун Которым очень нравится культ Вуду А что делать вот с простыми, искренними, хорошими людьми Которым нужна эта вера И которые эту веру реально испытывают Вот без этих только, может быть, таких вот экстремизмов, о которых вы сказали И каких-то крайностей, и эксцессов А просто вот, ну вот, есть же масса людей, которые просто так живут А кто им мешает? А кто им мешает? Вот пусть в себе верят А они какое место тогда будут занимать в этой идеологии? Их же опять начнут гнобить и ссылать Кто их начнет напить? Кто их начнет ссылать? Ну, потому что вера – это вера А идеология – это идеология Нет, нет, нет Это для меня Я полагаю, что и тех, которые представляются тебе хорошими Тоже на 99% притворничают Или на 100% притворничают Я, в общем, не могу никогда человека всерьез оскорбить подозрениями Что он строит свое мировоззрение на том, что в облаках живет дядька Который кидается камнями Или из-под тяжка заражает всякими тяжелыми болезнями Нет, да вам какое дело? Кто на чем строит свое мировоззрение? Абсолютно никакого Это же, если эти люди не ходят громить выставки совершенно внезапно Да, и если они не навязывают свое хобби Ведь мне все равно какое хобби Человек может быть очень увлечен собиранием старых телефонных аппаратов Но как только он объявляет, что все, кто не собирает старые телефонные аппараты Это недоделанные, полоумные, бесноватые И безумцы, и их надо исправлять Вот тогда с ними начинаются проблемы А так пусть себе предаются своему хобби Так нет, я вас спрашиваю не про то, что вы про это думаете А я спрашиваю, что вы думаете по поводу вот той идеологии, которую вы только что описали Получается, что... Получается, что этим людям... Там нет тоже места, конечно К сожалению, нет Им было бы место И для них должно найтись место Но, к сожалению, вот эти вот все пакстники Псановные Вот эти вот все обнаглевшие и одуревшие погромщики выставок и писатели доносов Они, увы, хоронят надежды этих людей на то, что этим людям дадут спокойно предаваться своему хобби С, там, всякими поклончиками, поцелуйчиками и прочими И прочая атрибутика религиозной веры И при этом все безумно возбудились вашим текстом в СНОБе про князя Владимира О, да Это просто я даже не могу не отметить вот этот факт Потому что меня это удивляет, конечно, совершенно Потому что как будто бы все только ждали, когда им скажут что-нибудь эдакое Ну, да, там меня, честно говоря, тоже удивил результат Потому что полмиллиона прочтений за очень короткий срок Ну, правда, здесь сработала еще и сила площадки, мы имеем в виду СНОБ Ну и плюс, ну, черт возьми, там было все это достаточно просто, легко и весело Аргументировано и легко преподнесено Конечно, перевозбудились так называемые историки Которые, там, какая-то архивная моль долго и сердито летала вокруг этого текста Причем она, архивная моль, рассказала все те же самые факты Но дала им другую трактовку Но это же нормально Да, это совершенно замечательно Это хорошо и замечательно Но всегда выигрыш остается за тем, извините, кто талантливый И за тем, кто умеет писать Потому что когда человек не умеет писать и пытается публицистироваться То, в общем, результат, как правило, нулевой И дело не в этом Дело в том, что, кстати, действительно, по поводу Владимира смешно Но мне когда-то довелось заниматься мозгами Всяких сексуальных маньяков, серийных убийц Мозгами в буквальном... К сожалению, не в буквальном Потому что то только у Гейси в свое время был извлечен мозг после казни Из серийных таких вот крупнокалиберных настоящих маньяков Мозг Чикатило погубили Ну, его стреляли в затылок И стреляли не один раз Поэтому там разместили все к чертовой матери По-моему, мозг Даммера запретил изымать отец Но мы всегда видим, что вот у этих вот серийных убийц Сексуальных маньяков обязательно присутствует Резкий и отчетливый религиозный мотив С какой-то минуты И вот этот вид... Ой, это вы сейчас подгоняете просто теорию под мозги Нет, ничего подобного Но вы не видели в Москве В этом очень легко убедиться Очень легко посмотреть Ведь я же не говорю, что только им это присуще Но у каждого сексуального маньяка, серийного убийцы Обязательно наступал в той или иной степени Вот этот вот религиозно-миссионерский порыв В минуту В какую-то минуту И когда говорят, что вот знаете А вот Владимир же, вот он был таким А потом он изменился, да Потом он покаялся, изменился и стал другим Но это равносильно тому, как начальник следственной группы Когда искали Чикатило Он бы в какой-то момент собрал бы следственную группу Сказал, знаете, вот ребята Вот Чикатило, он покаялся и в церковь сходил Все, дело закрываем Нет, так не бывает Поэтому вот эту вот причинно-следственную связь Обнаружится всегда очень любопытно А возражения и критика тоже хорошо Но лишний раз доказано, что такой профессии Как историк уже не существует А, так вот вы собственно к чему Нет, это к тому, что действительно профессия историка Имела еще смысл где-то до середины 20 века Пока большинство, если не все источники Не были либо под спудом Либо требовали специальные допуски Они не были в таком широком доступе, как сейчас И историк, это была просто физическая работа человека Который с 9 до 6 Должен был просиживать в архивах И в библиотеках Сейчас, когда все это доступно Вот мы убедились, да, на критике Истории с Владимиром Что перечислены те же самые факты Просто им дана другая трактовка Все легко и элементарно видится Ну так в этом тоже же нет ничего нового принципиально Это же не только сейчас происходит Когда трактовки даются такие, какие надо Или такие, какие хочется Совершенно верно Поскольку мы уже неоднократно говорили Что так называемых фактов в истории нет И что, какое бы мы ни назвали событие Какое бы мы ни назвали событие Мы всегда должны быть уверены Что существует диаметрально противоположная И, кстати, неплохо аргументированная точка зрения По любому вопросу Вот возьмем, к примеру Вот то, что вас в сентябре ждут торжества По поводу Куликовской битвы На всю страну, День воинской славы И понятно, что эта Куликовская битва Преподносится как некое героическое событие Но, помимо того, что оно преподносится Есть такой Дитмар Любекский Есть Иоганн Пашильге Есть то ли Кранц, то ли Кранч По-разному читается Альберт Это все западные хронографы Францисканцы, духовники Капитулов Гамбурга Которые тоже описывали Куликовскую битву И знаешь, чем она закончилась в их интерпретации? Это ровно противоположно Не совсем Не совсем Там как бы вот начало И развитие совпадают И у одной, и у другой стороны То есть, действительно, каких-то татар Ухитрились побить Но после этого кинулись грабить обозы русские И в этот момент Войны Великого княжества Литовского Всех русских перебили Косвенным доказательством того, что Возможно, возможно Западные хронисты описывают более реалистическую картину Служит то, что на тот момент Венецианские нотариусы А венецианские нотариусы Оформляли все сделки с Ганзейским союзом То есть, вот все то Все западное участие, которое было в Куликовской битве Оно как раз восходило к Ганзе, к Генуе Вот они фиксируют огромное количество продаж русских рабов Именно по нотариальным актам Именно на территории Генуи, Венеции, Италии И вообще всего Ганзейского союза Начиная там даже Германия и Клюбиков Я заслушалась Куликовской битвы И потеряла нить, как обычно Опять мы имеем две диаметрально противоположные точки зрения Одни говорят, что это победа Другие говорят, что это абсолютное поражение И мы вступаем в область некой такой вот Только трактовки Только так называемой веры Когда в соответствии с религиозными Национальными предпочтениями Мы можем выбрать что-то Но говорить о том, что прав там Дитмур-Любикский И неправы русские летописи Мы тоже не можем То есть мы опять вступаем на предельно зыбкую Почву сплошных трактов Но если возвращаться к князю Владимиру То, по-моему, тут никто, кроме Вот официальной пропаганды И то она как-то это делает Так очень Стыдливо, да Стыдливенько Стыдливенько она это делает И очень сердитка была вокруг Моя рецензия Долго летала сердита Но потом Я даже не знаю Это похоже Это похоже Я не знаю только К каким именно временам это отнести Ну на что-то такое советские Советские Такое вот лицемерное Когда Ну мы же все понимаем Что в общем Все не совсем так Но вы же понимаете Что ну надо Ну вот нам надо Чтобы у нас вот Были фигуры На которых мы бы воспитывали молодежь Ну ладно Ну мы все понимаем Как было на самом деле Ну надо Надо Да Но Это что-то вот Вот что-то такое Это возможно было бы И это было бы Скажем так Эффективно И результативно В том случае Если бы действительно Сейчас Не было бы возможности Получить Любые Источники Любые доступы Любую литературу И самостоятельно Составить свое Представление Пусть на очень Зыбких основаниях Так называемых Байк Потому что в истории Фактов нет Мы можем Это только мне кажется Что сейчас Невзоров сам себе Очень сильно противоречит И опять Чего-то Куда-то К чему-то Пытается Завершить Абсолютно Не противоречу И не пытаюсь Притянуть Я объясняю Что когда мы Говорим об истории Мы вынуждены Оперировать Только байками Возможно Среди этих байок Есть то Что Реалистично Рисует Картину того времени Возможно Это сплошные фантазмы Способа Отделить байки От небайок У нас нет Вы Количество байок Вот в сегодняшней реальности Мы сейчас уже уходим На новости В нашей Сегодняшней реальности В каком Процентном Соотношении Оцениваете А мы сейчас Не можем этого Ну вот ты посмотри Какое количество Писанина Даже по поводу Сбитого Боинга Ведь эти же документы Когда нибудь Станут архивным Материалом И Основанием Для работы Множества историков Представь Вот представь себе Эти десятки Сотен И тысячи Статей Тысячи Архивных Справок Сто тысяч Экспертных Заключений И Отделить Байки От небайок Даже сегодняшнего дня Будет очень сложно Все Спасибо Мы сейчас Прерываемся На несколько минут Это программа Особое мнение Александр Незоров В эту студию вернется Особое мнение И мы продолжаем программу Особое мнение У микрофона Ольга Бычкова В студиях Москвы В Петербурге Со своим особым мнением Александр Незоров Ну Конечно Еще одна Просто супер история Вот просто супер история Этих дней Это конечно Защита Как это даже сказать Защита Мединского Защита Рахманинова Мединским От американцев Которые решили Приватизировать Великого русского композитора И внезапно Об этом обнаружил Узнал Министр культуры Да Но это вот видишь Это опровергает Мысли Домысла И утверждение Всяких злопыхателей Что у нас везде Обижают людей С лишней хромосомой Что Тех у кого Лишняя хромосома Их выводят Там из кафе Их всяко дискриминируют Над ними Изгаляются И не проявляют К ним Достаточного милосердия Но вот Мединский Который прославил С лишней хромосомой Тем не менее Никто его Сказал У русских Какая-то там Специальная хромосома Но он имел ввиду И себя Ведь он в этот момент Так сказать Но если не бил Себя в грудь То по крайней мере Чесал себя За нее И Мединский Ведь эту историю Про Рахманинова Тоже где-то Произнес публично И не был выведен И ему Не кинулись Там оказывать Медицинскую помощь Вообще Откуда Откуда В этой голове Зарождаются Вот эти все Невероятные Инициативы И невероятная Идея Это я думаю Что Даже 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 История С лишней хромосомой Не вполне Способна была бы Ответить Ну так надо Рахманинова Переносить Так он гражданин Соединенных Штатов Америки Извините Которые Великие Русские Композиторы А они считают Его великим Американским А композитором Русского происхождения Что в общем Справедливо Потому что Человек В 17-м году Он выбрал себе Страну проживания К тому же Вообще Ты знаешь Вообще говорить Русский композитор Немецкий композитор Это предельно глупо Потому что Это все люди Которые разрабатывали Едину Европейскую Музыкальную традицию Рахманинов Жене знаменный Или земельственный Распев Культивировал Рахманинов Ориентировался На ту Школу Которая была Изобретена Европой Выношена И он Абсолютно Европа Американское Дитя В этом смысле Ну это как Ну насколько Я плохо понимаю В музыке И плохо понимаю В композиторах Насколько я понимаю Это музыка Такая же Транснациональная Штука Как и наука Ну в общем Да Конечно Где невозможно Где невозможно Сказать Кто Русский Кто французский Кто немецкий Кто пользуется Ну явно Рахманинов Принадлежит всем Кто любит Рахманинова Да Наверное Поэтому Ну вот Еще Мединскому Но в принципе Я полагаю Надо вот на эту Инициативу Как-то ответить И объяснить Что мы готовы Были бы Поменять Получить Прах Нежелательным На этом мероприятие Ну и вот Книги Книги Это серьезное Оружие Книги Всегда запрещались Другое дело Я посмотрел Кого запретили Запретили Безумца Дугина А кто Дугина Вообще Будет читать Здравомумия Ну так Запрещай Не запрещай Его можно издавать Просто Вот знаешь Так вот Делается Пенополистироловый Блок Ну и обложку Глянцевую Сверх Поскольку Сон никто Не откроет То есть Это примерно То же самое Как запрещать Еду Поставки еды Из Лихтенштейна Да В России То есть Потом выясняется Что Что Дорговый оборот Ноль процентов Никому было и не надо Поэтому здесь Ну просто Ты же не забывай Что украинцы Они тоже Не чужды Некоторого безумия Им надо тоже Как-то Демонстрировать Свои Идеологические Мощности Не но мне кажется Все равно Всегда Вот Украинские действия Какими бы Они Не были Нелепыми Ну вот Мне кажется Запрещать книгу Это нелепо Абсолютно Но они ответные Потому что Все таки Это ведь Не на них Не на нас напали Они А мы напали На них Все верно Ну то есть Поправку-то Надо сделать Все верно Да А кстати Тут слушатели Писали вам На сайте Что вы На Надежду Савченко Наезжали Неужели вы Наезжали На Надежду Савченко Ну вот правда Нет Я подозреваю Что в этих Ваших интернетах Бродит много Всяких Высказываний Которые Которые Приписываются Мне А Савченко Я всегда Говорил С глубочайшим И искренним Пиететом Скажем так И могу Повторить Ну и Черт возьми Во первых Я абсолютно Не общественный Человек Я ни в каких Партиях Ни в каких Организациях Никогда не состоял И никогда Состоять не буду Я совершенно Не У меня В высшей Степени Отвращения К любой Общественной Деятельности Более того Я не знаю С кого Эту партию Было бы собрать Потому что Я знаю Только одного Атеиста В России Это себя Самого Да ладно Ага А я не видел Больше Вот таких Атеистов Серьез Не видел Да не Я все время В этих наших Интернетах Например Натыкаюсь На множество Всяких Комментариев И люди Действительно Пишут Я атеист Я там То-то И то-то Ну Вот Я Они просто Не имеют Вот всяких Трибун Колонок И микрофонов Конечно же Как некоторые Ну Я честно говоря Вот Людей Которым бы я Мог повесить Такую жир Которую вешается На меня То есть Слово Атеист Я честно говоря Больше не видел То есть Я вообще Дерусь Сторонником Истинной веры Являетесь только вы Нет Нет Я вообще Дерусь один И мне не нужны Ни союзники Ни сторонники Я как-нибудь Один разберусь С бабами Черт возьми Ну И конечно Чувство верующих Сыр Не можем мы обойти О Слушай Я тут Причем А у нас теперь Еще прибавляются Всякие дополнительные Моменты Тут На выходных Три гуся Это я видел Это Это потрясающая пленка Пали Жертвы Невероятный Посиль Фильм Да Да Но я тебе скажу Так уже А теперь у нас Еще обнаружили Теперь у нас Американское вино Не будет Потому что На вино Нету Конечно Никаких запретов Эмбаргов Но там Обнаружили Совершенно Внезапно Там Фито что-то Не знаю И в общем Тоже Все А я уже видел Я уже видел Такой проект Патриоты Придумали Немножко Другую Разновидность Вот этой Двухцветной Колорадской Ленточки Она будет Еще и в таких Вот В дырочках Она будет в дырочках В овальных И в круглых Чтобы все Помнили Что мы Страна Победившая Сыр Не только Победившая В 45 Году Но что мы Еще и В 2015 Победили Сыр Причем Победили В неравном И тяжелом Бою Мне кажется Нужно сделать Отдельные Ленточки Отдельные Ленточки Сыра Победителям Сыра Ну да И все будут Навязывать Их на себя Ходить с ними И говорить Что вот Но ты знаешь Вот как-то Этого Вот этой всей Истории С сыром И гусями Ее как-то Даже не хватало Потому что Вот не было Той полноты Картины Маразма Которая должна Была бы быть Другое дело То что нам кажется Точками Сегодня Возможно Является Всего-навсего Отточием И самое Интересное Еще впереди И по этой части Тоже О Нет Есть еще Куда интереснее Мы же видим Удивительную Трансформацию Именно Именно Народных Представлений О добре Израиль Смотри С какой Страстью Кидаются Исполнять Вот эти Вот Предоносные Повеления Кремля С какой Энтузиастической Невероятной Пылкостью И тут Становится Понятно Что конечно Очень многие Трагические События В истории Человечества Очень многие Дичайшие Венья С которыми Мы имели Дело Это было Делом рук Не каких-то Маньяков Одиночек Которые Возглавляли То или иное Правительство Это было Всегда Скорее всего Народным Народным Движением И Сталин Я подозреваю Это всего-навсего Вишенка на торте И что Сталин Тогда был Весь Советский Союз Как и Гитлером Была вся Вся Германия У нас меньше Минуты остается Но все-таки Вот эти люди Которые Например С суровым видом Сжигают продуктов Или этот Интео Который приходит Громить выставку Сидура Они действительно Так думают Я подозреваю Что это то Что какой-то Какой-то Из писателей Назвал словом Административный Восторг И этот Административный Восторг Из 19 века Перекочевал В неприкосновенности В сегодняшнюю Реальность И он Овладевает Массами Но когда Этим массам Будут Назначены Другие вектора Поверь мне Они будут Они вполне Охотно И легко Начнут Верить В других Богов Или даже В сыр Я не сомневаюсь В этом ни одной секунды Спасибо большое Это была Программа Особое мнение Александр Невзоров Из страны победившего сыра Победивший сыр Из страны победившего сыра Победивший сыр Страна победившая сыр Я думаю Что сыр Еще возьмет Реванш Это не вечер Еще Подождите Он свое возьмет До встречи Через неделю Пока